На что Халявкин отмахнулся от донтиста, как от назойливой мухи, и предложил закрыть того в кутузке. Милиционеры попросили уважаемого Владимира Ивановича предъявить документ, подтверждающий его личность. На что тот, постучав пальцем по золотой звезде, воскликнул. А эта звезда, добытая потом и пошатнувшим со здоровьем, вам не доказательство? Но потом, быстро сменив гнев на милость, Халявкин обиженно заявил, что раз ему здесь не доверяют, тогда пусть кто-то из сотрудников проводит его домой за документами. Но когда его личность подтвердится, весь отдел понесет наказание. А некоторые и с погонами распрощаются за вопиющее неуважение к передовикам социалистического труда. Пройдя всего полквартала, Халявкин схватился за левый бок, и присел на лавочку. Укорчився от боли и жалуясь на несправедливое отношение со стороны властей, дрожащей рукой досталась пиджака-пилюля. «Что это с вами, товарищ?» – испуганно спросил милиционер. «Плохо мне. Помираю, братка. Как переволнуюсь, так приступ, зараза, тут как тут. Почка у меня отморожена. Только таблетками и спасаюсь. Не в службу, а в дружбу. Сгоняй за минералочкой». И Халявкин протянул милиционеру мятую купюру. «Только из синтуки не покупай!» – закричал он вдогонку сотруднику. «И жога у меня от нее. Нарзан в самый раз будет». Как только милиционер скрылся за углом, Халявкин вскочил и, резво перемахнув через лавку, скрылся в кустах. Уже через несколько минут он подошел к кустарнику и извлек из нее кошелек к кушне. Вытащив деньги, пустой лопатник он отшвырнул в сторону. Как только следователь Сивала получил информацию, что псевдо-халявкин проявил себя в Москве, он сразу же выехал в столицу. Там его встретил отставной сыщик. Пенсионер МВД Петр Гаврилович Андреев и поведал интереснейшую информацию о неуловимом аферисте и проходимце. «На самом деле ваш человечек никогда не был ни Халявкиным, ни Мирошниковым. Фамилия у него самая простая и неприметная – Иван Петров. Этот прохвост – настоящий артист. И министра может сыграть, и обычного работягу изобразить. Только по нашей картотеке он проходил по 27 фамилиям. Но вот почерк у него заметный, фирменный. Ни с кем не спутаешь». В ходе дальнейшей беседы выяснилось, что Петров в уголовной среде всегда стоял особняком. Никогда не входил в какую-либо банду. Предпочитает действовать в одиночку. Многие воры союзного масштаба называют его уважительно. Гроссмейстер. Хотя братва нарекла его «Ванька хитрый». А случилось это после одного занимательного случая. Чтобы доказать корешам свой фарт воровской наспор, «Ванька хитрый» облапошил слишком усердного следователя, не дававшего проходу местному уголовникам. Без зазрения совести подошел к нему на улице и стал клеить из себя бывшего сотрудника угрома. Мол, помнишь, старина, как банду Геши корявого брали. «Да как же, меня еще ранило тогда». Пока шалевший от тесных объятий похлопываний по плечу опер пытался вспомнить, кто перед ним стоит, «Ванька хитрый, у него удостоверение пистолетабельный, так и свинтил». Потом в документе рожки дорисовал и перед Муром выбросил. Родился Иван Петров в 1900 году в деревне Баркасово-Калининской области. Школу так и не закончил, залетел в колонию для малолетних преступников. Но даже этот факт удалось установить с немалым трудом, ибо на каждом следствии, во время каждого очередного суда, он выдавал новую версию не только своего рождения, но и всей жизни. Пенсионер МВД сокрушенно махнул рукой. «У нас каждая республика свою картотеку держит. Общего архива нет. Пока сведения в столицу дойдут, месяц пройти может. Этим и пользуются хитрые. Я, как из органов ушел, место себе найти не мог. Во время службы месяцами за бандитами гонялся, а на пенсии совсем заскучал. Не привык сидеть сложа руки. Вот и решил молодежи помочь, так сказать, систематизировать досье. И нарыл я на этого Ваньку Хитрова уйму информации». Из оперативной справки. Петров Иван Дармидонтыч впервые был осужден на три года за кражу личного имущества в 1925 году. Срок заключения отбывал на Соловках. Симулировав помешательство, сбежал. Второй раз был пойман в 1940 году. Всю войну пребывал в различных лагерях Дальстроя. Сбежал в конце 1944 года. В данный момент находится во всесоюзном розыске. Сивала продолжал читать личное дело Ивана Петрова, которое больше походило на приключенческий роман. Особенно следователя заинтересовал случай с первым арестом Хитрова. Тогда он еще не носил такую громкую кликуху и был начинающим карманником. Около одного кооперативного ресторана участились случаи краш кошельков и документов. Оперативники решили ловить вора на живца. И сделали они это элегантно и виртуозно. Один из ряженых милиционеров спрятал руку под портупею, а пустой рукав картинно заправили под ремень. Изображал он вдрызг пьяного кавалериста. У колориста Рада ряженый долго копался одной рукой в бумажнике, напивая под нос бравурный марш. Как только он запрятал портмоне в карман, перед ним тут же нарисовался никто иной, как Петров. Он стал обнимать кавалериста, полез целоваться, мол, помнишь, боевой товарищ, как по фронтам горцевали? И вдруг Ванька взвыл от боли. Как только его рука скользнула в карман псевдо-однополчанина, тот железной хваткой сжал ее. Старый сыщик показал фото Ваньки Хитрого. Лично я знаю его с 1947 года, как карманного вора высшей квалификации. Именно тогда я задержал его впервые с поличным на кошельке в московском ГУМе. В то время у него была фамилия Ада Башьяна, и поддельные документы на героя Советского Союза. Но тогда вину Ивана Петрова доказать не удалось. Он вовремя скинул лопатник под ноги жертве и стал горланить про милицейский беспредел. Козырнул удостоверением на имя героя Советского Союза Ада Башьяна, он тут же властным голосом потребовал немедленной встречи с высшим руководством МУРа. Стал угрожать опешившим оперативникам связями с министром внутренних дел. Ваньку Хитрого тогда не только отпустили, но и приказали Андрееву извиниться перед фронтовиком и впредь быть внимательнее. Отставной сыщик невесело улыбнулся. Потом, конечно, выяснилось, что документы у Ада Башьяна были украдены, но обида засела глубоко. И с тех пор стал я выслеживать этого гада, справки наводить. Выяснилось, что Ванька, большой любитель футбола и во время центральных матчей всегда шуровал по карманам болельщиков на стадионе «Динамо». И так я отыскал его в толпе. На всю жизнь ту встречу запомнил. И сыщик продемонстрировал шрам на руке. Это он меня, сучонок, полоснул. После того, как Андреев засек вора на стадионе «Динамо», немного выждал, дал возможность украсть бумажник, чтобы уже потом брать с поличной. Но и в этом случае Ванька перехитрил милиционера. Как только он выудил портмоне и стал уходить, Андреев бросился на него. Но Петров упал, начал кататься по земле, как припадочный, и звать на помощь, мол, «Помогите, грабят героя фронтовика!» И на беду Андреева рядом проходила группа офицеров. Как только те увидели, что мужик со звездой героя валяется на земле, набросились на одетого в гражданский костюм Андреева. В толкучке и порынул Петрового ножом. После этого случая Ванька хитрый стал осторожнее, действовал только по-крупному. Он был то старшим офицером МГБ, то депутатом Верховного совета, иногда представлялся высокопоставленным чиновником различных министерств. Перед кражей он долго изучал повадки жертвы, манеру поведения, места жительства, распорядок дня. Особняком в личном деле Ивана Петрова стоял случай, который с ним произошел в Гакрах. Тогда он обокрал самого товарища Егорова, водружавшего знамя победы над Рейхстагом. Этим он снискал всеобщее одобрение среди уголовной братвы. Обокрась знаменитость считалась высшим классом. И именно за этот поступок его окрестили гроссмейстером воровского мира. Просматривая следственные материалы из богатой уголовной биографии Ваньки Хитрова, Севолап наткнулся на еще довоенное дело. Тогда по одному эпизоду проходила некая Аграфена Цыганова. Ее подозревали в пособничестве Петрову, но доказать ничего не смогли, и она проходила по делу как свидетель. Отставной сыщик на секунду задумался. О чем черт не шутит? Может, Ванька до сих пор с ней якшается? Уж слишком явно он ее выгораживал. На себя все грехи взял. Скорее всего, амурные дела тут замешаны. Во время обыска в доме Аграфена Цыгановой никаких улик, связанных с личностью Петрова, найдено не было. Дородная бабенка нагло рассмеялась в лицо и заявила, что вонятку, который ее чуть под статью не подвел, она знать не желает и давно о нем забыла. В этот момент один из оперативников достал из платяного шкафа мужской пиджак, покрутил его в руках, и по испуганному взгляду Аграфена Сивала понял, что вещица эта непростая. В кармане пиджака был найден абонемент на посещение сандуновских бань. После этого Цыганова сломалась и начала давать показания. Мол, ни в каких темных делах участия не принимала, но до сих пор любит Ивана. Прогнать нет сил, вот и пользуется он этим. Как нагуляется по просторам страны, у нее отсиживается. Но где сейчас искать Петрова, Аграфена понятия не имеет. Знает только, что завел себе новую зазнобу, с ней и курались. А абонемент этот действительно Ваньки Хитрого. Любит он попариться в сандунах. Ванька Хитрый не только любил попариться, но и совмещал приятное с полезным. Петров около входа в сандуны высматривал богато одетого человека и устремлялся за ним вовнутрь. В этих банях была строгая процедура сдачи и получения личных вещей. Клиенту выдавали ключ от шкафчика на веревочке, который привязывался на щиколот ноги. После того, как посетитель разоблачался и направлялся в порную, Ванька Хитрый картинно подскальзывался и падал в ноги. Ему хватало мгновения, чтобы бритвой срезать у жертвы ключ. На выходе из сандуновских бань Ваньку Хитрого и взяли в чужом лапсердаке с крупной суммой денег. Во время следствия он не отпирался. Рассказал следователю, что давно чуел за собой хвост. Но остановиться и пересидеть облаву не хватало сил. Другой жизни, без риска, без перевоплощения он себе уже не представлял. А потом Хитрый улыбнулся и подмигнул. Ничего, начальник, и в тюрьме люди живут. Я среди братвы в авторитете. Молодняк своему ремеслу обучать буду. Ивану Петрову дали 12 лет. Но это была не самая последняя отсидка Ваньки Хитрого. Его еще ловили и в преклонном возрасте. В общей сложности он был осужден на 27 лет лишения свободы. При жизни он лично обворовал 16 героев Советского Союза. Ровесник 20 века, человек с незаурядными способностями, он вошел в уголовную историю как один из самых крупных аферистов и искуснейших воров-карманников. Редактор субтитров А.Семкин